В Твери полным ходом идет кампания по ремонту городских дорог. На сегодняшний день работы ведутся на 23 объектах, из которых большая часть уже в завершающей стадии. Съемочная группа нашего телеканала посетила основные магистрали областного центра, попавшие в программу ремонта, и проверила готовность объектов к сдаче. Масштабная кампания по приведению в порядок городских дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» перевалила за свой экватор, а потому самое время подводить первые итоги. Где-то основной объем работ завершен, а где-то ремонт в самом разгаре. Как, например, на участке Комсомольского проспекта на подъезде к новому мосту, где снимают рельсы и укладывают новый асфальт. Большая часть работ в районе речного вокзала уже завершена, однако точку на этом участке ставить пока рано. В районе улицы Горького рабочие снимают рельсы, а в месте пересечения с набережной Афанасия Никитина готовят плацдарм для укладки асфальта. Как рассказали в городской администрации, на сегодняшний день работы на этом участке выполнены примерно на 50%. Ожидается, что ремонт здесь будет закончен до 4 сентября. До этой даты дорожники должны закончить укладку асфальта на Комсомольском проспекте и отремонтировать дорожное полотно на новом мосту. И пока, судя по темпам, срывов сроков окончания ремонта не предвидится. То же самое можно сказать и про другие участки, попавшие в программу. Работа на территории областного центра проводится в графике. Основной упор делается на обеспечение безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ. На основных магистральных улицах работы проводятся поочередно с той целью, чтобы был обеспечен объезд по параллельным улицам. Еще одно место, где кипит работа – набережная Степана Разина. Часть асфальта здесь уже уложена. В настоящее время готовится основание для укладки дорожного полотна на второй половине улицы. Примечательно, к слову, что именно на этом месте при проведении работ был обнаружен участок старой, еще дореволюционной булыжной мостовой. Известно, что она существовала здесь до начала 20 века. А в асфальт ее закатали в 30-е годы прошлого столетия. Впрочем, современных тверетян история города волнует не сильно. Им важнее, чтобы ремонт дорог закончился как можно быстрее и качественнее. И пока определенные вопросы у некоторых горожан, как показал наш опрос, имеются. Плохое качество. Что я могу сейчас сказать? Хорошие качества, знаете, где? Вот сделали участок дороги. Дурамишек. Там вот 20 с лишним километров взгляд. Вот там отличные качества дороги. А во всех остальных, конечно, мне не нравится. Ну, что-то делается. Что-то вроде идет. Оценка у меня хорошо, скажу, что делают. Наконец-то. Везде идут это. Даже на пробки не буду жаловаться. Ради этого можно и потерпеть. Впрочем, существовали и противоположные мнения. Много времени в пробках проводили автовладельцы Твери во время работ на Петербургском шоссе. Уже минут 20, наверное, стою. Вот. И с заставы очень долго. Стоим, да. Ну, в принципе, я это понимаю. Зато потом будем ездить хорошо. С другого города приехал. В принципе, там бывают пробки и посерьезнее. Так, не глобально. Более-менее нормально. Тоска, тоска. Тоска. Ничего не скажешь. По ошибке поехал здесь, задумался. Так по окружному я хотел ехать. Уже 20 минут от заставы еду. Машины сейчас в один ряд стоят. И очень тяжело. Мне к определенному времени на вагонной заводе я вот уже стою, нервничаю. Сегодня на этом участке вседорожные проблемы, кажется, позади. Работы на Ленинградке вышли на финишную прямую. Новый асфальт уже уложен. Ведется ремонт колодцев, укладка тротуаров, а также иные необходимые мероприятия. Также сообщают в администрации Твери полностью заасфальтированный Третьяковский переулок, улицы Маяковского, Пржевальского, Новая Заря и ряд других. В активной фазе ремонт на улице Вольного Новгорода. Добавим, что за ходом ремонтной кампании в Твери можно наблюдать в режиме онлайн. Интерактивная карта ремонта Тверских дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доступна по ссылке, которую вы видите на своих экранах.